Традиционно не осталась в стороне от памятной даты первичная профсоюзная организация группы ПАО ММК ГМПР. В настоящее время на комбинате трудятся около тысячи человек, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Примерно половина из них накануне побывала во Дворце культуры металлургов имени Арджиенкидзе, где была организована встреча и концерт. Многие историки и аналитики называют Афган самым жестоким и кровопролитным полем боя после Великой Отечественной. Тогда, в самом начале военных действий, в 1980 году ООН осудила введение советских войск. И по сей день ведутся споры и нет однозначной оценки, насколько оправдан был ввод советских войск, как и последующий вывод. Ясно одно, солдаты давали присягу и выполняли свой долг, как их просила Родина. Евгений Никитин в начале 80-х уже был офицером и служил в Белоруссии в танковых войсках. На войну он пошел по собственному желанию. В 1981-1982 годах он оказался в городе Баграм. Его задачей было сопровождение колонн. Если шли с мотострелками, мотострелков поддерживал. Если шли с десантниками, десантников поддерживал огнем. Потому что мы шли впереди колонны и всегда колонны тащили за собой. До куда мог дойти танк, до туда шла колонна. Однако самые неприятные воспоминания связаны с потерей друзей и сослуживцев. Среди танкистов дело в том, что мы мало теряли. А вот среди пехоты и среди десантников, там ребята, конечно, там потери были. Там, я говорю, приходилось и раненых вытаскивать на себе. И там приходилось и убитых. Ну, груз 200, груз 300, так называемые. Духсотые это убитые, трехсотые это раненые. Концерты, посвященные памяти воинов-интернационалистов, правком ММК организует уже много лет. На этот раз, в связи с пандемией, встреча получилась не такой массовой, как раньше. Для безопасности собрали только половину зала. Но это не главное. Главное это внимание, это не забывать, что, к сожалению, военные конфликты за последние десятилетия было немало. Их порядка 30. Понятно, что основное это Афганистан, Чечня. Но здесь присутствуют и Грузия, и Абхазия, и другие. Память павших солдат почтили минутой молчания. А после 20 человек были награждены памятными медалями за вклад в воспитание подрастающего поколения и за пропаганду патриотизма. Праздничный концерт завершил программу. Перед зрителями выступила группа «От Афгана до Чечни», а также член Союза десантников России, победитель международного конкурса «Сердцем причастны» Александр Катков. Павел Зайцев, Павел Персенев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.